У нас не были. В другом месте. Ну вот, ура! Значит, это дебют и нашего семинара, и нашего зала. А, ну вот, кахарская тема, которую я даже не верю. Пожалуйста. Ну я благодарю специалисту Кельского института и института языкознания за приглашение. Мне, на самом деле, очень хотелось бы получить какие-то комментарии или замечания, если они будут по этой теме. Я буду очень интересна. И, ну да, в русской аннотации тема была заявлена, как групповая флексия, групповая дерева в токарских языках. Ну вот, в англоязычной версии презентации я в уголовку выбрала термин suspended affixation, но вообще, как известно, русскоязычный термин групповая флексия в некоторых случаях соответствует термину group inflection, или то, что сегодня чаще уже в литературе называется phrase marking, в некоторых других случаях suspended affixation, поэтому я не могу, у меня нет такого единообразия в литературе, но я им всем немного буду пользоваться. Что касается токарских языков, ну вот, единственное, я не отметила, то есть синим текстом выделенные части текста, это то, что касается токарских именно языков, а не вообще этого явления. В токарском, в любом токарских языках есть групповая флексия, и при том, что токарские языки, это, как известно, отдельный метод индиевропейской семьи, это языки эффективные, но у них есть отдельные аглюцинативные черты, ну, в частности, эта самоподдержанная система, можно сказать, является такой чертой, потому что после того, как индиевропейские падежи в большей части токарских языках еще осталось, грубо говоря, противопоставление прямого и косвенного падежей, ну, и плюс генитив, который занимает промыточное положение, и все вторичные падежные показатели присоединяются к косвенной форме. И вот эти вторичные падежные показатели подвержены групповой флексии, то есть один падежный агитс может присоединяться к подчинительной именной группе или именной группе с оппозитивной связью с одной стороны, и агитс, сочиненный именной группе с другой стороны. Вот, здесь можно сказать, что с одной стороны, аглюцинативность в поведении некоторых агитсов токарских языков принято сравнивать с реально близкими языками тюркскими или восточно-иранскими, но при этом есть различные групповые флексии между токарским и названными мной другими языками. Дело в том, что и в тюркских языках, и в древнеюгургском, и в современном турецком, и в грязи других тюркских языков групповая флексия распространяется не только на падежные агитсы, но также и на показатели множественного черта. То же самое мы наблюдаем в восточно-иранских языках, в тех, где групповая флексия вообще есть. И в тюркских это также еще показатели «пососиво», и в глагольной метрологии «пососиво», «посиво». Ну, возможно, еще какие-то есть, я просто, к сожалению, не разбираюсь, поэтому больше этого не узнала, не смогла найти. Но в токарских языках групповая флексия возможна только с показателями вторичных падежей, но и, как я уже сказала, она при этом возможна как для именно групп с подчинительной связью, так и для сочиненных именно групп. Помимо групповых флексий, в токарских языках есть такое явление, как групповая деривация или это присоединение аффикса, словообразовательного аффикса к именной группе. Но это явление распространяется только на аффиксы, с помощью которых могут быть образованы прилагательные, и это далеко не все суффиксы прилагательных, а только некоторые наиболее частотные. Это суффикс, который имеет в токарском а форму ш, токарском б форму ш, дальше в токарском а суффикс ун, токарский б суффикс с, и в значительно меньшей степени суффикс не, там, в каждой паре примеров, мы его даже вообще не будем рассматривать. Ну и суффикс с и ун, мы, на самом деле, тоже не будем рассматривать, потому что для явления, которые я дальше хотела бы обсуждать, они тоже не релевантны. Вот. Значит, что касается групповой деливации с этими суффиксами, то она уже была описана в ряде работ, и речь была всегда об образовании прилагательных от ингой групп, со связью вершинозависимая, либо это зависимо может быть выраженный прилагательный, либо какой-то подвижной формы почечной. Вот. Но, по моему мнению, есть ряд примеров, прежде всего в токарском бете, токарской бете, примеров очень мало, которые говорят о том, что в токарских языках возможно также образование прилагательных от однородных членов, то есть от сочиненных групп, и тогда это было бы то, что можно было бы назвать степени фиксирования со словообразовательными суффиксами. И про это я, собственно, хотела бы поговорить, и потом попытаться сравнить это с материалом вот из иранских или тюркских языков, но сначала коротко про сам этот суффикс «шиши». Про его особенности, его поведения, такие скорее агультинативные уже не раз говорилось в токаристике, это статьи Циммера, Иго Хайнала, Адамса. Этот суффикс привлекал внимание прежде всего тем, что он присоединяется не к основе слова, в секундучно-синхронном уровне, он присоединяется не к основе слова, а к форме оккузатива. Кстати, точно так же, как суффиксы вторичных поддержных показателей. И при этом он присоединяется не только к форме оккузатива единственного числа, но также к оккузативу умноженного числа, или дуалиса. Я здесь перевожу буквально два примера. Слово «клещ», которое, как известно, в соответствии с ансклистским и клешем, и оно не различает номенатив и оккузатив, поэтому мы здесь не можем видеть, что оно присоединено именно к косвенной форме. Но мы видим, что суффикс может присоединяться как к форме единственного числа в верхней строке, так и к форме умноженного числа числа, с суффиксом флуралиса «нма». И то же самое мы видим для слова «глаз». Суффикс присоединяется как к форме единственного числа, так и к форме дуалиса. Поскольку чаще всего встречается это слово форме дуалисом, флуралисом, я даже не знаю. И помимо этого, те примеры, про которые я уже говорила, что они были описаны в флурхаристике уже значительно раньше, это способность суффикса «шер» отективизировать именные группы. Ну вот, к примеру, в верхнем примере мы видим слева от суффикс «шер» у нас слово «приход» в «чинмане», к которому относится коммитатив, то есть «приход с дорогими». И из этого словосочетания образуется прилагательное, и таким образом у нас получается выражение мысль о «приходе с дорогими людьми». Дальше прилагательное образовано от словосочетания «исполнение большого желания». И в обоих случаях мы видим, что суффикс «шер», непосредственно присоединяясь к решению этих книгных групп, на самом деле относится ко всему словосочетанию, создавая из него прилагательное. Ну и, как я уже говорила, есть ряд примеров, где мы видим, что прилагательное образовано как патрунородных членов. Можно сравнить такие примеры с примерами тех же самых пар слов, но где у нас присоединяется к ним не суффикс «шер», «из-за голода и жажды». И есть аналогичный пример, но там присоединяется суффикс «привотива», и мы видим словосочетание «из-за голода и жажды». И то же самое для словосочетания «сомнения и страх». Оно встречается как с суффиксом «шер», который образует прилагательное, так и с суффиксом «привотива». Характерно, что в обоих случаях у нас последнее слово стоит форма экозатива выраженного «йокой» и «проской», потому что на «нативе» это будет окончание «о». Но при этом первые члены обоих словосочетаний не имеют различий между номинативным и оккузативным, поэтому возникает на самом деле проблема, как трактовать производящую основу вот таких прилагательных, потому что это могли бы быть просто композиты. И тогда про такое номинативное поведение на суффикс говорить было бы, наверное, слишком громко. Но на мой взгляд, есть некоторые... Ну, можно попытаться изучить некоторые такие особенности словосочетания, которые лежат в основе этих прилагательных, которые нам говорят о том, что между ними скорее синтатические связи. Ну, для начала, какие критерии обычно бывают для развлечения словосочетаний телекомпозитов, я их взяла по в Эльфли, но они встречаются также и в пунктах, например, такие, что они бывают стандартные критерии для разрешения композитов с их словосочетания. Это семантический критерий, то есть логический. Дальше часто составные части композитов имеют специальные... Это могут быть либо очень чёрные формы, либо как-то морфологически специально маркированные формы, которые не являются симпатическими единицами. Дальше связанность основ. В состав композитов часто входят именно слова, а не именные группы. Также принято считать, что члены составной части композитов не должны разрываться другими симпатическими единицами, и они имеют фиксированный порядок слов. Но на самом деле и в Эльфли, и вообще в другой церкви тоже можно встретить оговорку, что практически каждый из этих критерий или даже для их совокупности не обязательно будет не обязательно то, что это именно композит или не композит. На самом деле это плавный переход от целосочетания к сложному слову, и границу с наивист конечно сложно. Но попробуем посмотреть, какие есть особенности в Тахарских В-примерах. первое у нас те слова, те элементы в цепочках, которые получает общество фикс-ш, в случае, если наносить акузатив различимый, то непоследние элементы также получают форму акузатива. Здесь это видно по первому слову в примерах 3 и 5. Слово тело и акции у нас имеют форму акузатива, как и трава в примере номер 5 первое слово и в примере номер 4 патр и матр отец и мать это также форма акузатива, потому что в номинативе это будет патчер и начер. Таким образом мы видим, что все слова, которые получаются в фикс-ше, в случае, если они отличаются в глотив, они приобретают ту космую форму, которая требуется для посередания в фикс-ше. Но при этом они... А, и, кстати, это, как правило, тоже в... в работе, где описывается такое явление групповая флексия, говорится о том, что при групповой флексии все непоследние элементы должны при этом представлять собой синтаксически... точнее, они должны представлять собой слово, которое может синтаксически быть нестоятельным. И, в принципе, то же самое верно и для таких последовательностей слов. Следующий возможный критерий у нас слова могут меняться в порядок, они иногда могут замещаться синонимическими обозначениями или может меняться состав этих словосочетательных случаев, если там больше, чем, например, эти три слова. Одно из них может попадать. Этот пример номер шесть уже приводился в более коротком варианте страдания, голода и жажды. Вообще это словосочетание очень частотный голод-жажда, но вот в некоторых случаях можно встретить также и последовательность жажды-голод, как в Йоко Кэст, например, ниже. Дальше, под номером семь мы рассмотрим несколько разных примеров, при этом они практически все из одного текста, не считая самого первого, где у нас имеется последовательность таких понятий, как флеша, карма и васту основания. Они часто идут вместе, но иногда может появляться только два из этих слов, либо первое, второе, как в самых верхних примерах флеш, ямарши, либо второе, третье, как ямарши, вастуши, внизу. При этом мы видим, что слово карма может заменяться на его токарский превуалент, и это то же самое словосочетание будет. И кроме того, важно обратить внимание, что в самом нижнем примере у нас суффикс ши может следовать за каждым из одноравновых членов. То же самое, кстати, поэтому есть некоторый, как мне кажется, интересный параллелизм с групповой флексией токарской, потому что поддержные окончания также глютативно могут подвергаться к групповой флексии и повторяться после каждого слова. И в принципе то же самое мы пытаемся здесь. И это я хотела бы даже выделить в отдельный пункт. Возможный повтор суффикс ши после каждого члена. В примере номер восемь у нас сначала суффикс ши присоединяется сразу к трём словам. Нарая, вас и прета это формы рождения адских существ, звериные и претов. И от всех трёх обозначения у нас образована общая превократительная но при этом понятно по контексту что речь идёт не о едином каком-то явлении но у нас различаются божественные первое слово людские формы дальше форма адских зверей форма адских существ зверей и плетов плетов в другом примере мы наблюдаем что к той же последовательности адских существ зверей и плетов присоединяется суффикс ши каждому из этих слов таким образом у нас есть основания рассматривать эту последовательность слов не как композит а так же как однородные члены еще эти примеры можно сравнить с другими то есть с той же последовательностью но уже с суффиксом локатива то есть вторичными движениями групповых лексий вот в верхнем примере мы видим что во-первых однородные члены могут разбиваться другими членами предложения как словом sufferings локатива которые видны для завершения всего словосочетания и при этом у нас суффикс локатива присоединяется к каждому из этих слов в то время как в примере представлен ниже у нас общий суффикс локатива и опять же мы видим что местами могут меняться все звери ласа и преды верхнем и нижнем примере и последний такой характерный пример тахарском б то есть там в целом в тахарском около 20 примеров такого типа где суффикс шеф соединяется по народному членам можно найти но из них примеры где есть какое-то маркирование позволяющего говорить о том что это не композиты можно разбить на 4 группы только такие примеры это к сожалению последний из них но это пример на мой взгляд один из самых интересных и показательных у нас уже были примеры вот вот тут например где видно что суффикс шеф присоединяется к 3 или даже 4 как пример номер 5 словам вот а здесь мы имеем значительно больше однородных членов это отрывок из медицинского текста тахарского который является тахарского строка является переводной санскрита и санскритская строчка дана в этом же тексте раньше и мы видим что суффикс шеф логически ничему соответствует санскрите но видимо он выполняет функцию слова криптав то есть отвар сделан из и дальше перечисляются все эти ингредиенты у нас здесь всего 6 ингредиентов которые все объединены этим санскритом шеф при этом невозможно представить чтобы перечисление разных ингредиентов в медицинском тексте могло представлять собой композит потому что текстов этих не очень много найдено но это как правило очень разнообразное описание рецептов и скорее это такой набор неустойчивый и при этом характерно вот среди критериев которые добавились в швоварике критериев на не композитность таких по числу говорилось о том что у нас как правило в состав композита не могут входить именно группа здесь это не так мы видим что третий элемент випрохатента это множественное число распространенное двойственное что? двойственное нет ну числительное 2 числительное 2 но суффикс не угрожает но числительное 2 да у нас это именная группа распространенная числительным 2 и последний элемент это критая шана лица это именная группа с прилагательным зависимым вот таким образом на этом примере мне кажется вообще можно задаться вопросом является ли это суффикс шеф образует полноценные прилагательные или это просто некоторое выражение зависимости и это отмечалось уже в работе Адамса когда он исследовал употребление суффикс шеф тахарском b он как раз отмечал что этот суффик с одной стороны очень числотный с другой стороны за него практически не набирается никакой семантики как правило он стоит там где в других языках мы могли бы использовать генетип вот что касается тахарского а в тахарском а вообще не очень понятно можно ли говорить об этом явлении всего три примера я могла найти но для меня вопрос о том есть ли это явление в тахарских языках то есть я как раз пример номер один хотя как раз здесь формально мы не можем отличить это сочетание композита речь идет о телах Будды одно родительское то есть от родителей дай 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 от лучшего закона и надо сказать что сочетание отец-мать не только в тахарских языках но и вообще во многих языках мира но и в этом ареале восточного Туркестана восточно-иранских языках в тюркских и в современном турецком насколько я знаю сочетание отец-матери отец-мать любая последовательность это очень частотный композит который значит просто разница видимо здесь стоит его рассматривать так же следующий пример номер два а дай проблема в том что с сахарским А и скил отлично сахарского В мы гораздо реже можем наблюдать различимость ненатива и акузатива там в единственном числе для примера номер два также благословение пожелание удачи это очень частотное соцсочетание которое встречается в текстах даже с общим суффиксом флуралиса как видно в примере ниже но видимо это все-таки сложное слово даже с общим флуралисом можно присоединиться и пример номер три возможно единственное которое может говорить в пользу той теории что и в тахарском А существует групповая деривация с суффиксом флуралисом для огорода здесь у нас есть два именных образования абстрактных ой извините два это именно абстрактные имена которые образованы в прилагательных кавалит и чечерон это очень частотное словосочетание красивый и нежный опять же два этих слова как прилагательные могут меняться местами в текстах это часто наблюдается вот но образование на уне-она они в тахарском А очень частотны и насколько я знаю тоже неизвестно чтобы они составляли сложные слова поэтому этот пример как раз может поискнуть в пользу того что суффикс 6 здесь присоединен к двумя однородным членам вот и теперь наверное я хотела бы это сравнить с материалом других языков но я пробовала найти какую-то информацию о том есть ли это появление на иранских языках восточно-иранских прежде всего но насколько я понимаю все-таки нет либо мне не были доступны подробные грамматические описания этих языков для сандийского бактрийского хазазмийского ну для современного ассетинского тоже характерна групповая деревоция вот от подчинительных именно групп я привожу просто примеры с адресами куда-нибудь взяты но опять же как я понимаю что в этих языках синтактические связи между прилагательным и именем то есть между строительными большинами не потребованы поэтому композиты это или именно синтактические группы прилижающие в основе таких прилагательных я понимаю все-таки установить нельзя для тюркских языков вот ой я имею целый год юэс извините 2001 год юэс как раз говорится о том что суффицили и лу могут присоединяться к группам и вот я привозаю даже буквально пару примеров и то же самое для древних гурцкого но поскольку и тахарском методах мы знаем а эти примеры меня интересуют несколько меньше а что касается образования прилагательных от или вообще какой-то деривации от сочиненных рук с этим несколько сложнее я вообще не смогла найти какого-то значительного количества информации вот на примере турецкого языка современного можно увидеть спорное противоречивое утверждение с одной стороны и бродуэл и кавок и кормфилд утверждают что такого явления как социальный тексейшн в турецком языке социаловы образовательным марфемами нет вот при этом у Спенсера и Льюис можно увидеть опять же не для турецкого а для некоторых разных языков с выборов не очень может быть на мой взгляд последовательный в целом говорится что нет этих явлений встречающих там приводятся примеры как и различных негидийских диалектов современных и корейского и японского но надо сказать что для корейского и японского это явление часто затрагивает глагольную морфология они имену вот поэтому здесь большого количества примеров я так же не нашла но при этом в том же турецком важной для меня была статья короку акуша недавно вышедшая где он как раз пересматривает вопрос есть ли состояние аффекса вот это имя явление групповой аффекции с образовательными аффексами от сочиненных групп в турецком и он считает что она есть и дает пример у него в статье гораздо больше я привожу только два типа где-то с одной стороны возможность ну где пусть хапов тоже такие примеры рассматривают но он считает что это композито который лежит в основе и который изменяет супекс лук или некоторые другие но аффекция показывает случаи где части таких производящих основ могут меняться местами как примеры номер 1 или они могут дополняться дополнительными элементами как примеры номер 2 то есть первая и седьмая страницы или первая седьмая и двадцать первая страница они будут получать то есть у нас каждый раз двигается просто все более вправо вот и в древнеугурском тоже есть похожие примеры но сначала хотел бы обратить внимание на то что эрдал в драматике древнеугурского языка уже указывает на то что суффикс сахарский ши и ше имеет очень небольшое скотство употребления с суффиксом уйгурским лыг он как раз опирается на статьи Адамса и Циммера и отмечает как вот эту особенную частотность суффиксу лыг там где в таких языках был другу употреблен генотип так и указывает что суффикс лыг как и сахарский суффикс ши и ше может образовывать прилагатель подчинительный друг но при этом у него что касается соединения суффиксов однородным членом про это ничего не говорится и я попробовала с одной стороны по деревне тюркскому словарю посмотреть какие могут быть примеры и с другой стороны частично в других пунктах грамматики нашла овердала несколько примеров и вот получилось что в кулькурсской версии Майкрейс Амитенатоки также некоторые случаи есть но мы видим как пример номер один что суффикс прилагательного может присоединяться как к целому словосочетанию так и каждому из слов ну правда здесь у нас приведен другой суффикс но тем не менее это может говорить о том что первое слово также является синтактически свободным пункт номер два мы видим что оба элемента такого словосочетания могут меняться местами и также суффикс может как повторяться так и выпадать при непоследних членах дальше примере номер четыре это из не очень много и угур было бы интересно найти есть больше и пример номер три эрдал его дает пункты где он говорит о том что суффикс лык вообще в древнеюгурском для него не характерны присоединения к показателю множественного числа но в поздних югурских текстах он присоединяется уже к показателю плюралиса можно ли здесь говорить о том мы знаем что древнеюгурские тексты зачастую переводные из тахарского а тахарского б можно ли здесь говорить о том что это могло быть влияние потому что тахарский суффикс шишей может присоединяться к показателю плюралиса я не могу об этом судить тем более что в тахарских языках показателю плюралиса это двум словам присоединяться не может вот на самом деле это все на мой взгляд тахарский материал в условиях когда это явление насколько я могу осудить не очень много описано в типологической литературе тахарский материал дает интересные примеры для размышлений потому что в отличие от других галлюцинативных языков восточно-иранских или тюркских морфология это тахарское позволяет иногда может быть чуть больше судить о синтексе суффиксов сочетания и при этом это явление аффективация одновременных членов может быть несколько похоже на групповую фикс с историческими поддерживными показателями потому что мы видим что это суффикс как историчные поддержи может и повторяться и опускаться перед последних членов и да наверное это все спасибо вам за внимание спасибо большое спасибо и пожалуйста вопросы замечания экскурсия у меня вопрос очень практический скажите пожалуйста а там были слова разделения что было слово деление в тексте в госпитале ну вот как раз нет ну иногда конец слова иногда отмечаются верамы но это отмечается не всегда теоретически они могли писаться вместе конечно они не писаются писаются вместе ага написаться вместе на глухомерном что угодно есть я понимаю это в токарском есть ли я понимаю то есть пробел мы не используем мы не используем как-то это но уже позднее и производится нет ну вот например как в этом примере медицинского текста у нас специальные знаки точечки разделяют некоторые слова но они употребляют предложение а могут разделять прилагательное с именем к которому оно относится то есть но это правда режь но тоже бывает поэтому я почти уверен что написано раздел здесь этого не видно потому что он кончается на группу согласных представители лейнера который неудобен почти наверняка написано без подделов с этим же просто я так понимаю что основной пафос доказывал что то что внутри это не композит мы вообще говорили если с этих позиций это исследовать то надо еще что-то сказать о том что собственно вот этот групповой аффикс не важно если вы извините образовательный аффикс а не автономное служебное слово округа вот как должно быть сказано что-нибудь использую аффикс ну да с этим как раз тоже вопрос видимо потому что первые тахаристы зигли-зиглинг еще этот суффикс иногда в транскриции вписали отдельно и даже есть буквально два примера я их только не проводила потому что это не примеры на образование образовательных такого рода но есть пример где суффикс шейт действительно именно в записи стоит отдельно после рамок а вот как дальше так да буквально два случая таких есть я опять же не настолько у меня как раз очень интересное замечание я не настолько хорошо знаю и этот материал чтобы судить насколько его достаточно чтобы делать вывод является ли он словообразователем или словоизменителем его принято в тахаристике рассматривать скорее вот в контексте индоевропейскости его пытаются сравнивать с тахаристским суффиксом аса если я не ошибаюсь пытаются видеть в нем какое-то этимологию притянуть в какой-то индоевропейской я не знаю нет 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 не словообразовательным или словоизменительным а вообще аффиксом или ну условно говоря критикой но он в этом смысле вбиратель он только в каменах присоединяется исключительно ну или собственно но все-таки критика должна быть менее по-хорошему нет нет но критика если служебный слух понимает русские предлоги русские предлоги это критика они почему-то только имена присоединяются да не по критике здесь будет пустилогу энтритика то есть теоретически это может быть служебный главные не противоречит уединю европейской темологии потому что глаголам тоже да глаголам русские предлоги прекрасно присоединяются там не знаю заполучить бесплатно ты там не знаю это сделал за что заполучить бесплатно хлеб не знаю что-то такое да пожалуйста присоединяются присоединяются это корявый пример корявый пример у меня там версия другой не очень приличный но я вам уверяю что можно придумать приличный хороший пример я могу добавить чисто теоретически я тоже поскольку смотрела теоретическую литературу по критикам там прямо вот черный по белому пишется что ребята у нас нет в общем-то достаточно теоретических оснований очень часто отделять критики а там ну чем-нибудь просто при этом на самом деле дело в том что если это критика ну да пусть не по следу то как в каком-то смысле и проблем нет непонятно тогда что это нет это не критика и не просто а почему а почему да вот мы все как разе я даже в гимнерии у многих человек они прекрасно склоняются эти слова уже не очень хорошо это нормально да я понимаю, что это так ну вот сейчас еще она не вывешивается что-то вот 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 пожалуйста есть формы склонения токарском он токарском он так Он присоединяется к тому, что никак не может являться отдельным словом в форме. Некоторая основа, которая не может заведовать, может, он содержится как отдельное слово в форме. Секунду, там же было что, мотив? Ну вот, проходит, мне сейчас скажу проще. Когда Андрей, да спросишь? Нет-нет, я, собственно, сказал, во многом аргументация строилась так, что это было принято как данность, и поэтому нам интересно разобраться с тем, что, ну вот, ну, а если представить себе, что это не данность, тогда как бы... Нет, я как раз не за эту далость. То есть, мне кажется, было бы интересно пересмотреть, что это произошло. Нет, а вот это, что с этим делать? Да. Однозначно. Вот виду это. Да? Слушай, слушай. Привет. Ну, хорошо. Кроме всего врача, вот тут еще есть такая вещь, что он очень частотный, он очень продуктивный, но неверно, что он к любым словам присоединяется. Есть куча слов, которые в 이제 прилагательные просто другими суффиксами, и эти прилагательные, видимо, вот так себя не ведут. Да, какое-нибудь там слово женский, или что-нибудь такое, вот... Вот оно просто не с этим суффиксом, но не бывает, и все. В тахарскому... А, в тахарском Б, вот. А насчет того, к чему он присоединяется, значит, мне кажется, дカасшту некоторое недоразумение. Значит, про тахарский Б это вопрос спорный, но присоединяется ли он к их к акузативу или... Потому что это вообще проблема для языков, в которых противопоставленная словарная форма, именительная поддержка единственного числа и все остальное, вся остальная основа, очень часто к этой остальной основе и присоединяются словообразовательные суффиксы, естественно. Мы имеем некоторую словарную форму и имеем косвенную основу, которая во всем словоизмене, она же во всем словообразовании, или не во всем, но во всяком случае в существенной части. Таких языков полно, финские, я не знаю, какие угодно, где более-менее есть чередования в турецком просто, чередования очень мало. Но что касается тахосклада, это просто заведомо неверно, он точно совершенно не присоединяется никакому акузативу. Во множественном числе, где это можно различить, он присоединяется к тому, что называется основой множественного числа, это вот ровно тот самый случай. Если его обзирить, получается нечто, что не является словоформовательным в каком смысле. А в единственном числе, в тех немногих случаев, это мы можем проверить не только по именам собственным, но вот насколько я помню, как он присоединяется к именам собственным, присоединяется, конечно, к номинации, никакому не к акузативу. Есть имя Гаутами, которая тетка и приемная мать Будда. У него акузатив будет Гаутамин, на самом деле там Н некоторое, но прилагательное будет Гаутами Ши без всякого Н, без всякой нозализации. Это именительный поддержка или что хотите, но никак не акузатив. Но это только в Тахарском А. Да, в Тахарском А я говорю, что это присоединяется к тому, что мне представляется косвенной основой, но тут действительно, видимо, сложнее различить. Но в Тахарском А совершенно точно это неверно, точно не присоединяется к акузативу никогда. Если совпадает, то не совпадает, потому что ничего не поделает. Просто в Тахарском А гораздо чаще совпадает на этих акузативах, чем в Тахарском А. Ага, ну в Тахарском А получается, что косвенная основа плюс косвенная основа плюс суффикс, да, вот это? В Тахарском А непонятно, что проверяет, да, просто материалы нет. Но если говорить, что присоединяется к имени личного имени, который, конечно, не имеет особую форму акузативу, то, по-моему, присоединяется к номинативу, насколько я понял. Нет, а бывают в всяких случаях там личное имя плюс личное имя плюс Ши? Вот они на что-то будут принять со словами юридических, и пока все, да. Это не видно, да, то есть там будет одно личное имя в косвенной основе, если Ши. Да не в косвенной основе, нет, а в косвенной основе, в том-то и проблеме. Вот, имеешься в словарной форме, так сказать. Словарной форме, ладно, хорошо. Ага, черт, ну, хорошее. Ну, вот мы кучу всего не видели. Ну что, точно нет больше замечаний. Ну, давайте поблагодарим вас.